Эти марсианские снимки облетели весь мир. Откуда появились следы на поверхности Марса, ведь раньше их не было. Объяснить ученые не могли. Наверное, что-то потустороннее. Пока аппаратура не сняла самого виновника, марсианский полевой вихрь. Оказывается, Красная планета не такая уж и безжизненная. Там тоже есть атмосферные явления, ветер, смерчи, которые можно даже услышать. Даже разреженная марсианская атмосфера вполне способна проводить звук, и можно его услышать. Я думаю, там много источников звука. Осыпи песчаные происходят. Может быть, где-то по весне ручьи журчат. Впервые зафиксировать, а главное – услышать шум ветра, раскаты грома на других планетах, попытались советские ученые. 30 лет назад к утренней звезде, как еще называют Венеру, были отправлены аппараты Венера 13 и 14, к которым прикрепили микрофоны. Вот это микрофон, его мембрана. Можно разогреть до температуры Красного Коленя, и он будет работать. Раскаленная планета с температурой выше 400 градусов. Здесь облака несутся со скоростью 100 метров в секунду. Идут кислотные дожди, сверкают молнии, кремит гром. И звучит это все не так, как на Земле. Все из-за плотности атмосферы, которая в десятки раз больше, чем на нашей планете. Были зарегистрированы звуки при движении в атмосфере и звуки какие-то на поверхности. Сегодня астрономы не только смотрят во Вселенную, но и слушают ее. Несмотря на то, что вокруг вакуум, специалисты уверяют, у каждой планеты есть свой звук. Довольно много звуков уже синтезировано из других источников. Например, магнитное поле Юпитера, мощное, переменное, заряженные частицы, то, что мы называем космическими лучами в этом магнитном поле. Они спрессованы в некоторых местах, в некоторых разрежены, летят эти потоки. И каждый зонд, который пролетал мимо Юпитера, записывал электрические сигналы этих частиц. Сначала ученые анализировали их просто на экране компьютера, рассматривая графики. Но потом поняли, что все это можно перевести в звуковой диапазон и через уши воспринимать. Вот так звучит Титан, спутник Сатурна. А это уже звук мертвой звезды. Или по-научному звук пульсара. Пульсар играет на одной ноте. Выдает одну частоту. И как раз, кстати, в аудиодиапазоне. То есть в том диапазоне, который наше ухо воспринимает. Чтобы услышать космос, ученые идут на хитрость. Переводят сигналы в слышимый диапазон. А миллиарды лет назад, когда все еще только начиналось, наша Вселенная буквально гудела. Если бы человек жил в те времена, он смог бы услышать Вселенную своими ушами. В ранней Вселенной никакого вакуума не было. А вся Вселенная была заполнена газом, в котором могли распространяться звуковые волны. Вот какой бы звук мы услышали, когда Вселенной было 5000 лет. Такой высокий звук. Потом 65 тысяч лет. Однако все эти космические звуки – шумы до тресканья. Ряд ученых полагает, по разнообразию звучания в космосе нашей планете нет равных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова